Жалко, видео не передает такой сладковатый нежный аромат. Смотрите, сорняк увидела. Сейчас очень популярно контейнерное озеленение. В наших кашпо вы увидите всего лишь одну петунью, но очень необычного сорта. И каждый год мы меняем цветовую гамму, меняем ассортимент. Извините, сейчас я пропалю, потом продолжим. Пролонгированное удобрение осмокот. Я уже к ночи заговариваюсь. За сезон мы высаживаем практически уже по тысячу кашпо. Здесь у меня такой шарик. Такие кашпо я вам запрещаю использовать для высадки летников. Конечно, это прям полностью такая творческая работа, авторская. Просто цветочный беспредел. Садовый привет! Вы на канале Garden Forest. Меня зовут Александра. И сегодня вы просто обязаны поставить лайк под этим видео, потому что после всех объектов я примчалась в этот сад, для того, чтобы показать вам эти прекрасные кашпо с летниками. И не только летниками, но и с многолетниками на закате. Очень популярные в оформлении сейчас ресторанов, всевозможных кафешек, террас, и все у себя на балконах устраивают просто цветочный беспредел. В кашпо высаживают не только травянистые однолетники и многолетники, но также лиственные кустарники и хвойные растения. Про это я обязательно сделаю отдельный ролик. Ну а сегодня мы с вами разберем ассортимент устойчивых растений для кашпо, которые будут стабильны и декоративны в течение всего сезона, аж до ноября месяца, даже в Ленинградской области. И немножко расскажу про растения, которые можно использовать в качестве эксперимента, добавляя их в композиции, но не высаживая их моно-посадкой, потому что вас могут ждать сюрпризы в течение сезона, они могут вести себя нестабильно. Давайте начнем прямо с этого кашпо. На переднем плане здесь калибрахо. Это всем известный уже летник. Встречается практически в каждой лавке и в каждом садовом центре. Если несколько лет назад это было удивительное растение, и везде были только одни петуни и сурфини, кстати, в наших кашпо вы увидите всего лишь одну петуни, но очень необычного сорта. Я вам ее попозже покажу. Так вот, калибрахо бывает с обычным цветком, а также она бывает еще и с махровыми цветками, вот таких вот нежных, всяких всевозможных оттенков. В чем их разница? Калибрашка с обыкновенными цветками нарастает быстрее, более пышно, менее прихотливо, реже повреждается белокрылкой. Калибрашку, кстати, любит белокрылка. А вот растения с махровым цветком растут меньше, не нарастают такой огромной шапочкой. Я их чаще добавляю к каким-то другим растениям и не высаживаю их моно-посадкой в кашпо, потому что они не создадут такой большой шапочки, не дадут такого эффекта. Но вблизи этот цветок просто невероятен. И еще один момент. Так как здесь более мощный кустик, пьет водички обычная калибрашка гораздо больше, чем махровая. Махровую нужно поливать в два раза меньше. Конечно, это прям полностью такая творческая работа, авторская. Каждое кашпо я составляю сама. Сочетание цветов, сочетание форм цветка, сочетание форм и фактур листьев, мелкие, крупные листья, растения, которые статичны в композиции, растения, которые будут задавать движение. В данном моменте это злаки. Я, конечно же, летники заказываю заранее. И под нас их выращивают, потому что за сезон мы высаживаем практически уже по тысячу кашпо. Раньше во всех садах я это делала самостоятельно. Сейчас мои девочки-садовницы подхватили этот творческий порыв. И в принципе, в многих садах составляют композиции без меня. Давайте я немножко скажу про клубневую бегонию. Вообще, это уникальное растение. Это очень хороший летник для полутенистых и тенистых мест. Он красив как в монопосадках, он слегка свисает кашпо, также может быть и шапочкой. Также очень здорово совмещается со всякими ампельными растениями типа дихондры или вербенника монетчатого всеми известного. Но вот здесь бегония высажена на открытом солнце. И несмотря на это, она себя прекрасно чувствует. Весь секрет в том, что мы не поливаем ее по листве, а поливаем ее под корень. Также, если она высажена в тенистых местах, всегда следите за тем, чтобы не был сильно переувлажнен грунт. Потому что клубни от этого могут подгнивать. Хороший дренаж в кашпо и следим за поливом. Вот здесь у нас кашпо с умным автополивом. Это всем известная лечуза, но, конечно же, мы на него не ориентируемся, а всегда проверяем перед поливом влажность грунта. Раз уж начала говорить про полив, закончу. В течение лета, в холодные дни, в осенний период, кашпо можно поливать раз в два дня. А вот в солнечные, жаркие дни цветы на солнце нужно поливать аж два раза в день, утром и вечером. Конечно, все зависит от объема ящика и от местоположения растений. От самого вида, например, герань, более засухоустойчива, чем та же бегония. Но полив – это самый важный агротехнический прием для летников. Весь в состоянии стресса они более подвержены вредителям и болезням. Мы все никак не можем отойти от первой композиции с кашпо. Здесь еще есть просто уникальное, на мой взгляд, недооцененное растение – это сцивола. Редко встречается в продаже. И красива она за счет своего необычного цветка. Посмотрите, какие соцветия нестандартные. Это не совсем ампельное растение, это полуампельное, даже в некоторых моментах стелющиеся растение. Два самых популярных цвета – это сиреневый и вот такой вот белый. Любит солнышко, но прекрасно себя будет чувствовать в полутени. Как я уже проговорилась, петуния здесь всего лишь одна. По той простой причине, что этот вид больше всех повреждается мучнистой росой. И самое неприятное в том, что нужно вручную чистить и убирать отсветшие цветки. В этом, конечно, много хлопот, поэтому ее мы высаживаем минимально. Ну и это уже такое сбитое, безбитое растение, хотя вот здесь вписывается идеально, подходит и по цвету, и по размеру цветка, и просто фантастически перекликается вот с этой вербенной ярко-фиолетового цвета. Здесь она на солнце слегка выгорела, но этих растений тоже не так много, потому что вербена для того, чтобы цвела продолжительно, требует удаления отцветших соцветий. Вот так вот мы их убираем. Можно секатором, можно вручную прищипывать их, и у нас закладывается очень много новых соцветий. Они не сильно ампельные, с шапочкой. И вот здесь вот другой сорт, ярко-розовая, она у нас тоже побледнела на ярком солнце. Учтите, что в полутени она была бы более насыщенных красок. Пару слов про злаки. Здесь у нас два злака. Это ковыль тончайший. Он вот-вот уже выдаст свои колосья, и они будут беленькие такие свисать. И здесь голубая овсяница. Листвы, которые перекликаются с нашими фиолетовыми цветками, и с гелихризумом, который за спиной оператора. Сейчас мы дойдем к следующему кашпо. Здесь еще из компози... Смотрите, сорняк увидела. Извините, сейчас я пропалю, потом продолжим. Иначе я не смогу говорить. Мне просто будет очень это... Не по себе, понимаете? Мысль не пойдет. Так, здесь у меня еще включена гейхера. Капельный полив сработал. Десять вечера, слышите? Слышно это на видео? Здесь у меня еще из многолетников гейхера. У нее будут розовые, такие красновато-розовые соцветия, которые будут торчать вот из этого кашпо. Вот это кашпо как раз с экспериментами. Здесь я взяла на пробу гелиотроп. Жалко, видео не передает такой сладковатый нежный аромат. Он у нас подмерз. Когда мы привезли растение, была холодная ночь, плюс 2 градуса. Несмотря на то, что мы сверху накинули агроспан, больше всего пострадала бегония и вот этот гелиотроп. Калибрахоа, вербены и герания очень морозостойкие. В принципе, до нуля, до конца ноября у нас висят в кашпо, и мы их не убираем до самых морозов. Уже иногда иней, а растения до сих пор висят в кашпо. Если мы, конечно же, не сменяем композиции на верески. Так вот, гелиотроп. Он здесь уже начал разрастаться, закладывает много новых соцветий. Название у него гелиотроп. Само за себя говорит, очень солнцелюбив. Засухоустойчив достаточно. Здесь он, по-моему, очень прекрасно вписался с вот этой вот фиолетовой калибрашкой. На переднем плане здесь гелихризум. Был такой себе кустик, оставшийся у меня рассада с другого объекта. Но серебро захотелось добавить, чтобы оттенить немного гелиотроп. Поэтому он еще не сильно наелся, но уже очень начинает отрастать и восстанавливаться. Я его буду подрезать, потому что гелихризум очень агрессивен и может заполонить все кашпо. Его можно использовать и в монопосадках. Он очень засухоустойчив, растет на открытом солнышке и вообще неприхотлив. Если у вас какие-нибудь темные кашпо, то он будет очень классно в них смотреться. Здесь самое тенистое место, а сейчас в 10 вечера уже самое темное. Растения повторяются, видите? Герань, та же бегония, калибрашки разных сортов. Здесь такой микс. На переднем плане появилась мюллинбекия. Мюллинбекия. Это эти невыносливый многолетник. Такую воздушность он придает своими кружевными побегами. Мне нравится его и в монопосадках. Я у себя дома высадила его одного в кашпо и тоже очень эффектно смотрится. А на солнце он будет обгорать. Листочки будут желтеть и ему не очень сильно понравится. И с другой стороны кашпо. Нужно, чтобы обязательно оператор обошел. Здесь опять у меня экспериментальное растение. Это вербенник. Тоже вербенник. Я не знаю, что это за сорт. Я ухватила два кашпо на ярмарке. И вот так вот прекрасно оно здесь свисает. Тоже теневыносливое. На солнце листочки у вербенника, вот у этого сорта подгорают. Я постараюсь разобраться и найти в интернете сорт. Ну вот пока не знаю, что это за чудо такое. Ну и вот здесь у нас вписалась ампельная клубника. Сейчас уже очень популярно высаживать какие-то полезные растения в кашпо. Здесь у нас ароматных трав типа шалфея, мяты нету. Но землянику мы включили. И посмотрите, какой у нее красивый жирный лист. Практически здесь в тени. Нету цветов. Где-то вот там сзади висят пару ягодок. Но даже листва очень классно дополняет вот эту бегонию. Помимо того, чтобы собрать качественную рассаду, высадить ее в правильный грунт. Сажаем мы в легкую готовую пакетированную торфосмесь. К ней часто примешиваем осмокот. Да, мы не ослышались долгодействующее пролонгированное удобрение осмокот. Я уже к ночи заговариваюсь. Это единственное растение в саду, в которых мы используем такие долгодействующие удобрения. Напоминаю, что я работаю в Ленинградской области. И здесь просто растения не успеют потребить такую подкормку. Так вот, и в течение сезона мы тоже вносим несколько раз подкормку. Это может быть тот же самый осмокот, который мы закладываем в контейнер под растение. И чуть-чуть зарыхляем в грунт. Покажу вам на другом кашпо. Но еще используем подкормку в некорневую или в жидком виде. Для подкормки летников подойдет прекрасно водорастворимое удобрение. Кристаллон 18-18-18. Горячо мною любимое. Но если вдруг ваши летники начинают повреждаться мучнистой росой, нужно срочно убирать удобрение с азотом. И здесь вам на помощь придет тот же самый монофосфат. Подкормку мы вносим раз в 2-3 недели и чередуем подкормку по листве с подкормкой под корень. Конечно, в жаркие дни подкормку по листве мы не проводим, а поливаем только раствором удобрения растения под корень. Санитарная чистка от отсветших соответствий, это про то, что я сказала. И контроль полива. Это самое главное, что нужно для летников. Если растения стоят как здесь под крышей, это даже лучше. Ведь здесь только вы контролируете полив, а не дождь. Потому что загнивание для корней тоже плохо. Часто бывает, что высаживают растения в кашпо с отсутствием дренажа или совсем с плохим дренажом. То есть горшок, в котором нет снизу отверстия. И это губительно для растений. Такие кашпо я вам запрещаю использовать для высадки летников. Здесь у меня такой шарик. Ну и один из самых любимых вопросов, как сохранить эти растения на зиму. Никак. Очень редкие летники можно сохранить. Причем нужны специальные условия. Это температура плюс 10 градусов. Ночью она не опускается ниже нуля. И редкий полив для того, чтобы не пересыхал почвенный субстрат. Мы, конечно же, с этим не заморачиваемся. Ковыль, овсяницу высадим в открытый грунт. И дай бог она перезимует. Все оставшиеся растения, кроме мюллинбекии, навряд ли перезимуют. Она изредка на следующий год прорастает и радует нас уже в цветниках. На этой террасе мы высадили порядка 40 кашпо летников. Не обязательно, конечно, высаживать так много. Но посмотрите, какое создается настроение на террасе. И каждый год мы меняем цветовую гамму, меняем ассортимент. Тем самым создаем новое настроение и новую атмосферу. Не пересаживая в саду ни одного цветника. И еще один важный довод для того, чтобы высаживать растения в кашпо. Цветущие растения в кашпо. Женщины всегда должны украшать цветы. Меня зовут Александра. Вы были на канале Гарден Фореста. С вас лайк и подписка. Увидимся в следующем ролике. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok